Состоялась внеочередная конференция ветеранских организаций Щелковского района. На ней был избран новый состав Совета ветеранов. Необходимость в этом возникла в связи с тем, что Алексей Волков подал заявление о сложении полномочий председателя Совета ветеранов. Этот вопрос в соответствии с уставом должны были рассмотреть на конференции. Ее делегаты своим голосованием удовлетворили просьбу Алексея Волкова, его поблагодарили за многолетний труд, наградили грамотой Президиума Всероссийской Организации ветеранов. Приехавший на конференцию председатель Московского областного совета ветеранов Виктор Пикуль в своем выступлении отметил заслуги Алексея Николаевича Волкова, проработавшего на выборной должности 8 лет. Вчера я, разговаривая и общаясь во Всероссийской Организации ветеранов, еще раз подтвердил наше желание поощрить его за проделанную работу за 8 лет, как он фактически возглавлял организацию. И решением Президиума Всероссийского совета ветеранов Алексей Николаевич Волков награждается почетной грамотой. На конференции делегаты избрали новый состав Совета ветеранов в количестве 32 человек. В него вошли представители ветеранских организаций всех поселений. На первом своем заседании Совет ветеранов избрал нового председателя. Им стал представитель ветеранской организации микрорайона «Заречный» Борис Дудик. Хотел бы поздно обратиться ко всем категориям наших ветеранов. Сегодня около 65 тысяч ветеранов в разных категориях. На учете состоит 17,5 тысяч. Остальные наверняка они не знают, что есть такая организация, которая могла бы помочь другим своим людям. Борис Романович Дудик – профессиональный музыкант, ветеран труда, заслуженный работник культуры Бурятии. До переезда в Щелково много лет работал на строительстве Байкала Амурской магистрали. У него семеро внуков. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.